Вечер добрый! Это и диалог в интернет-пространстве, это и диалог в социальных сетях. Я думаю, что если есть телепатическая связь, то ее мы тоже включили. Но пока еще не начала работать связь обратная, от зрителей к нам сюда в студию, давайте воспользуемся связью прямой. Олег Борисович, о чем бы вы хотели сейчас сказать самарцам, нашим зрителям, жителям нашего города? Вот ваша речь, ваша программа. Ну, хотел бы сказать о том, что нам предстоит очень интересный период, период интенсивной, напряженной работы в течение пяти лет, в течение которых я буду исполнять полномочия главы города. И можно сказать, что этот период будет проходить под девизом экономия, качество и контроль. Это очень важнейшая задача, которую вместе с вами нам необходимо будет добиваться. Приоритетом будет, конечно, являться работа в сфере повышения качества услуг ЖКХ. Здесь много очень претензий со стороны горожан, и мы понимаем, что нужно делать. И первые шаги в этом направлении мы уже сделали. На втором месте, конечно же, дороги. Вы знаете, я уже неоднократно заявлял и говорил о том, что в этом году подготовлен серьезный задел на строительство 25 дорог в следующем году. И мы просим в областном бюджете более 5 миллиардов рублей на эти цели. Город преображается. За последние три года количество качественных дорог хороших увеличилось. Эта практика будет продолжена в дальнейшем. Конечно, важны вопросы благоустройства. За последние годы, к сожалению, город приобрел совершенно не европейский вид, не цивилизованный вид. В этом году мы предприняли раз шагов, чтобы облик города изменился. В последующие годы эта работа будет, безусловно, продолжена. Вопросы строительства жилья эконом-класса, вопросы архитектурного облика города. Это все то, что стоит на повестке дня работы городской администрации. Олег Борисович, я думаю, что о том принципе передачи уже можно было бы закончить. Потому что основные приоритеты обозначены. Но я думаю, что сейчас от приоритетов мы придем уже к конкретике. Пока мы ждем звонков и обращений. Часть обращений у нас есть, но в школе мы затронули основную тему. Олег Борисович, вы первый глава городского округа, который был избран по новой системе выборов. Олег Борисович, вот эта ситуация, при которой вы теперь отвечаете не только за себя, за свою деятельность, но и за то, хороша эта система или плоха, она вас стимулирует к работе? Или наоборот накладывает дополнительный груз ответственности? Вы знаете, я бы ответил так, что эта работа и стимулирует, и накладывает определенный груз. Однозначно. Потому что если нам эту систему удастся реализовать в кратчайшие сроки, а мы к этому стремимся, то тот поток замечаний граждан, жалоб, который концентрировался на уровне региона и на уровне даже администрации президента, он будет решаться местными органами власти, решаться быстро и качественно. Я очень на это надеюсь. И, по крайней мере, наша команда будет стремиться сделать так, чтобы работа строилась таким путем. Ну и престижно в силу того, что мы первые практически в стороне, кто пошел по этому пути. Хотя он не является новым, если вспомнить период нашей истории 20-летней давности. Раньше такая система существовала. Олег Борисович, у нас же заработала обратная связь, у нас есть звонок, мы его сейчас можем услышать. Да, пожалуйста. Алло. Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит жителей с пятой просеки. Вот по пятой просеки, дом 104-Б, находится такой рукотворный озер красивый, Дуговый парк. Вот тут жители пытаются все это убирать, а мы... Ну, сил не хватает. И могла бы администрация городу взять этот прекрасный жемчужин, такой себе на баланс? Спасибо за вопрос. Действительно, мной поставлена задача привести в порядок городские озера. У нас их почти 150. Программа соответствующая разработана. Она, правда, не полностью сейчас финансируется, но я надеюсь, что мы найдем источники средств, позволяющие нам озера привести в порядок. Мы должны создать хорошую, благоприятную среду для того, чтобы мы все с вами могли отдыхать на берегах этих озер. Они действительно являются жемчужинами нашего города. К сожалению, за последние годы ряд таких жемчужин были утрачены, и мы будем стараться сделать так, чтобы их восстановить, сохранить и создать нормальные, хорошие условия для отдыха. Провести свет, поставить там лавочки, выполнить благоустройство, очистить эти озера, чтобы заработали родники. Ну, создать прекрасные условия для хорошего настроения наших горожан. Я ваш адрес записал, мы обязательно обратим внимание особое на это место. Олег Борисович, вот еще один адрес, улица Победа, 146. Это вопрос, который пришел не по телефону, он пришел на наш сайт, от Рылкина Ольга Александровна. У нас до сих пор нет отопления, дети маленькие, мы замерзаем, помогите. Сразу скажем, звонков по отоплению не так много, но они есть. Олег Борисович, вот как только объявляется отопительный сезон, анонсируется, так тут же возникает вопрос, а почему в соседнем квартале тепло дали, а у нас еще нет, у нас батареи холодные. Существует техническая возможность дать всем тепло одновременно, чтобы никому не было обидно? И вообще, как начался этот отопительный сезон? Отопительный сезон начался 8 октября, когда вот наступили первые холода. Это несколько раньше запланированного срока, тем не менее, мы пошли на то, чтобы сезон открыть. Требуется где-то две недели, чтобы все котельные заработали, и тепло поступило в дома каждого самарца. В настоящий момент у нас остаются неподключенным, к сожалению, 2% жилого фонда. Это где-то порядка 171 жилого дома. У нас есть четкий график, в какие сроки эти дома будут подключены. Я надеюсь, что до конца пятницы все эти дома будут включены в систему. По ним проблема заключается только в том, что где-то 80% домов находятся в Самарском районе. Там очень ветхие изношенные сети. Мы их ремонтируем, но объем таков, что одномоментно, конечно, все отремонтировать нельзя. К слову сказать, что в этом году в отопительный сезон город вошел более организованно, у нас не было серьезных порывов, было порядка 298 повреждений, которые были диагностированы летом. Они практически все сейчас устранены. Вот самая большая проблема – Самарский район. Но мы понимаем, как эту проблему решать, и в течение нескольких лет мы придем к тому, что Самарский район не будет испытывать этих неудобств. Олег Борисович, готовясь к этому эфиру, мы попросили наших корреспондентов, которые работали в разных точках города, это был центр города, это был окраинный район, это был спальный район Старозагора, поговорить с жителями, а какой вопрос они бы задали вам. И вот давайте послушаем глаз народа. А что спрашивают самарцы? Хотелось бы узнать, услышать ответ на вопрос, когда будут ремонтироваться неглавные дороги. Олег Забянович, сразу же заметим, что вопрос по главным дорогам уже даже не возникает. Вопрос очень хороший, конечно же. Достаточно долгое время не было средств у города для того, чтобы такие дороги ремонтировать. Но где-то с 2011-2012 года, точнее с 2012 года, когда губернатор Николай Иванович Меркушкин возглавил нашу область, региональный бюджет стал выделять деньги и на соответствующие ремонты. Уже на протяжении трех лет выделяют существенные ресурсы для того, чтобы ремонтировать дороги. Вот в структуре бюджета текущего года более миллиарда 600 миллионов рублей было выделено городу на ремонт дорог разной категории. Порядка 400 миллионов было потрачено на ремонт внутриквартальных дорог. Мы понимаем, о каких дорогах идет речь. У нас есть приоритет в ремонте этих дорог. Мы постепенно эту задачу планируем решить в течение двух лет. Кроме того, в рамках реформы местного самоправления дополнительными полномочиями наделены органы местного самоправления внутригородские районы. Им тоже спускается бюджет и со следующего года у них появится возможность самостоятельно ряд вопросов, в том числе и по дорожному строительству, решать в рамках своих территорий. Поэтому нужно подождать немножко. Я думаю, с тем темпом, с тем отношением и с тем качеством мы через два года, повторяюсь, эту проблему решим. То есть главных и неглавных дорог в Самаре не будет? Не будет. Будут дороги все хорошие. Есть. Послушаем еще вопрос от телезрителей. Очень сильно беспокоит вопрос по трудоустройству молодых специалистов, в частности, выпускников строительной отрасли. Конечно же, проблема с трудоустройством молодых специалистов есть. Но если мы говорим о строителях, об архитекторах, то волноваться по этому поводу особо не стоит. Город у нас сильно преображается. Видите, какое количество строек развернуто в нашем регионе. Поэтому работа найдется всем. Особенно хочу сказать, что широкий простор для работы появляется для выпускников-архитекторов. Потому что мы очень серьезно пересматриваем архитектурную концепцию Самары. Долгое время не уделялось достаточного внимания этой теме. Сейчас у нас появился замечательный главный архитектор, очень творческий человек, с хорошим опытом работы, с грамотным видением того, как должна выглядеть Самара. И мы пришли к тому, что у нас будет отдельное управление главного архитектора, чего не было порядка 20 лет. А городу такого масштаба, с такой историей, такое управление крайне необходимо. Я должен сказать, что встречался с главными архитекторами районов буквально три месяца назад и с удивлением обнаружил, что ни один из них не имеет архитектурного образования. Вот отделы по управлению архитектурой, или архитектурные отделы, правильно так говорить, занимаются всем чем угодно, но только не архитектурным обликом своего района. Мы эту ситуацию будем менять, безусловно. И опять же, в рамках реформ местного самоправления будут выделены настоящие архитектурные отделы, которые придут наш город в порядок. Поэтому те, кто хочет работать в системе муниципальной власти, милости просим, готовы рассмотреть каждую кандидатуру, поддержать и дать возможность реализовать свои представления о том, как должен выглядеть тот или иной район. Олег Борисович, если заговорили о строительстве. Вот смотрите, с появлением ипотечных кредитов, тем более с того момента, как ипотека перестала быть какой-то диковинкой, а стала обычным нашим явлением, вот эта вот система житель-строительный бизнес-банк, она выстраивается как бы внешне, без участия городских властей. А вот есть ли в этой цепочке место для администрации города? Может ли город как-то влиять, имеет ли какие-то рычаги, чтобы больше строили жилья эконом-класса, чтобы ликвидировать очередь на жилье для детей-сирот, чтобы людей из ветховарийного жилья переселить? Безусловно, есть региональная программа, есть федеральная программа, которая позволяет реализовывать эти мероприятия. Кроме того, еще раз хочу подчеркнуть, что губернатором Николай Ивановичем Меркушкиным принято решение о строительстве жилья эконом-класса по всей области, в том числе в Самаре, силами Самарского фонда строительства жилья и ипотеки. Да, областного. Самарский областной фонд жилья и ипотеки. И достаточное количество площадок выделено под эти цели. Есть жесткий график, в какие сроки должны быть построены эти дома. Квартиры будут продаваться по государственной цене, которая устанавливается в Москву, с отделкой. В рамках этой программы решается и проблема обеспечения жильем сирот, проблема обеспечения жильем людей, которые переселяются из варина в ветхого жилья. Хотя должен сказать, что, конечно же, экономика не позволяет нам в короткие сроки эту проблему решить быстро. Программа растянута на несколько лет. Но она движется, безусловно, и последние три года ей придано достаточно серьезное ускорение. Мы за этим следим. Мы в этом году, видимо, создадим муниципальную строительную компанию, которая будет тоже по нормируемой прибыли возводить жилье эконом-класса, чтобы влиять на конечную стоимость квадратного метра жилья. Олег Борисович, муниципальную строительную компанию, то есть кто может обратиться? Те же самые дети-сироты или, допустим, молодые семьи-бюджетники? Абсолютно любые категории. То есть часть квартир будет продаваться по обязательным ценам, для обязательных категорий, предусмотренных законодательством, а остальное жилье будет выставляться на рынок, на открытые. То есть появляются новые возможности? Да, конечно. Ура. И в целом это снизит цену, я думаю, на вторичном рынке и первичном рынке тоже. Давайте еще раз послушаем теперь людей с улицы, что они спрашивают. Обещают на следующий год отремонтировать нам Старозагора. На самом деле это будет? Или все это в планах? Хотелось бы узнать. Спасибо за этот вопрос. Минутка, Олег Борисович. Начало оказалось там. Хорошо. Очень большое спасибо за вопрос. Он очень хороший. Действительно, в следующем году 50 лет исполняется с того момента, как была построена улица Старозагора. Я был студентом, помню, что улица являлась одной из красивейших улиц нашего города. Мы любили там прогуливаться. Она славилась фонтанами, кинотеатрами, славилась розами, которые болгары привозили нам в подарок. У нас недавно состоялась встреча с болгарской делегацией. Мы договорились о том, что в рамках празднования этой улицы обязательно проведем Дни Болгар-Российской Дружбы, как в Старозагоре города Побратима, так и в нашем городе. Улица обязательно будет отремонтирована, она осмечена, мы понимаем, что нужно сделать. Это будет большой, хороший городской праздник. Я думаю, это тот элемент народной дипломатии, который позволяет преодолевать границы между государствами. Обязательно улица будет отремонтирована. Олег Борисович, у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем, что говорит телезритель. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Пыльна. Вопрос в следующем. Опять по благоустройству. Скажите, пожалуйста, когда будет благоустроена улица, прилегающая в 5-ти к московскому шоссе, а станция московская до революционной, то есть участок со стороны клиниками от университета. Сейчас там есть полоса, которая совершенно в ужасном состоянии. Там постоянно едят машины вдоль московского шоссе, мимо тротуара. Люди не хотят ставить пробку, проезжают там. Там огромная лужа, либо из-за заправки ТАТ-фонд, там ТАТ-продукт, что ли. Там нет и продукт. На крещении ссорятся с проездом масля, и гостят какие-то киоски. То есть совершенно неблагоустроенный район. Когда это будет благоустроено? Большое спасибо. Спасибо за вопрос. У нас есть программа благоустройства города, она поэтапная. Московское шоссе реконструируется силами областного министерства транспорта. Вы знаете, часть работы там уже завершена. Скверы, которые располагаются между маломосковским шоссеем и московским шоссеем, уже приведены в порядок. Сейчас завершаются работы по благоустройству противоположной стороны. Та часть территории, о которой вы говорите, некоторая часть этой территории находится в частном ведении. Мы, в общем-то, способствуем тому, чтобы лицо, которое имеет в собственности эту территорию, содержало в хорошем состоянии данную землю. С переменным успехом нам это удается. К сожалению, был период, когда вот такие объекты попали в частные руки. Нас это не совсем устраивает. Что касается вашей дороги, я готов об этом сказать несколько позже. Вот сейчас конкретно не могу сказать, когда дублер московского шоссе со стороны клиник медицинского института будет отреставрирован. Но то, что эта работа будет выполнена, это действительно так. Если вы в приемную перезвоните в нашу, мы вам буквально завтра дадим исчерпывающую информацию. Но в целом еще раз хочу сказать. Мы уголок за уголком меняем в нашей родной Самаре для того, чтобы она была более удобной для проживания людей. Олег Борисович, я житель тоже того же района. Я-то как раз обратил внимание на противоположную сторону, которая все лето была в каких-то буграх и кучах, а сейчас просто там набережная такая. Красиво действительно. Олег Борисович, ну вот смотрите, то, что дороги построили, по-моему, заметили все самарцы, да? А вот теперь вопрос, а как их содержать? Вот и к нам звонят и обращаются, и я просто знаю очень многих пожилых самарцев, которые всю зиму проводят в четырех стенах, потому что страшно выйти на улицу не в плане криминала. Страшно упасть, скользко. Олег Борисович, вот лето, осень, мы показывали много сюжетов о том, как закупается спецтехника для уборки асфальтов. Хватит этого? Ну, техники все равно будет маловато. Я хочу напомнить, что у нас должно быть полторы тысячи единиц дорожной техники, специализированной. На начало года такой техники было не более 250 единиц. И где-то 100 единиц мы привлекали. Этого было недостаточно для того, чтобы город поддерживать в той чистоте, которую мы с вами представляем, как жители современного города. Поэтому было принято решение в течение года закупить дополнительно более 61 единицы. Там порядка 65 единиц дорожной техники. Это то, что позволил нам бюджет. И мы существенно усилили работу дорожных служб, оснастив необходимой техникой. Кроме того, мы купили 181 снегоуборочный комбайн для бюджетных учреждений, для того, чтобы показать управляющим компаниям пример, как нужно убирать улицы с большей производительностью. Должен сказать, что мной была поставлена задача перед управляющими компаниями также приобрести дорожную технику необходимую для очистки тротуаров и внутриквартальных проездов. Часть компании с этой задачей справилась. Мы планируем на следующей неделе провести смотр готовности управляющих компаний. И в целом в зимний сезон этого года мы подойдем более подготовленными. Но до идеала, конечно, нам далеко. Долгое время город задыхался от пыли, которая образовывалась в том числе от использования песчано-соляной смеси. И от того, что накопления на газонах формировались годами. Нами тоже взят курс на постепенный отказ от песчано-соляной смеси. Мы используем реагент Бионорд. У нас есть инвестор, который планирует развернуть производство в феврале следующего года. Это позволит нам за меньшие деньги покупать больше этого химреагента, скажем так. И центральные районы в этом сезоне уже не будут испытывать проблем, которые были несколько лет назад в нашем городе. Кроме того, мы договорились о том, что заработные платы дворников будут повышены. Потому что были проблемы с тем, что не могли набрать необходимое количество людей. В этом году мы подошли заблаговременно к тому, чтобы свернуть бригады по сбросу сосулек, скажем так, по удалению сосулек. В прошлом году тоже этого не было сделано. Сейчас подготовлены полигоны для приема снега. Есть инвестор, который готов сделать снегоплавильный завод. Это тоже все влияет на экономию бюджетных средств, что позволит нам в освобождающиеся ресурсы направлять на покупку дорожной техники. То есть я достаточно уверенно смотрю в предстоящий сезон. Думаю, что он будет пройден гораздо более эффективно и более качественно, чем это было раньше. Смогут старики на улицу-то выходить? Смогут, безусловно. Олег Борисович, если зайти в интернет, в поисковой строке набрать «Самара» глазами гостей города, то можно отметить, что на самом деле к нашему городу большое внимание. Со стороны, между прочим, всероссийски известных блогеров. Я думаю, что нынешней зимой вся Самара видела это. Самара хорошая, Самара плохая, Самара странная. Вот этот набор фотографий. Олег Борисович, разные взгляды на наш город, но можно выделить одно. Все восхищаются Волгой, восхищаются набережной, восхищаются старинными купеческими особняками. Вот такой неповторимой атмосферой центра города. Но все как один в один голос утверждают, что Самара не самый чистый город. Олег Борисович, вот сколько бы мы ни насыщали этой спецтехникой, но пока будут бросать бумажки мимо урн, и пока будут кидать эти самые пластиковые бутылки посреди газонов, ничего не изменится. Понятно, что проблему-то надо решать всем миром. А возможно это решить всем миром? Вы знаете, я думаю, нам надо научиться любить наш родной город. И любовь должна быть не такой теоретической. Она должна проявляться абсолютно во всем. В том, как мы себя ведем на улице, как ведем на работе, как относимся к старшему поколению, к детям, к фасадам исторических домов и к порядку на наших улицах. Понятно, что мусор создается в городе не силами чиновников, он создается нами всеми, нашими соседями, нашими детьми, быть может. Поэтому вот такое экологическое воспитание, экологическая культура, она обязательно должна присутствовать. Я знаю примеры других городов, где эту проблему решили. Я думаю, что и нам она по силам. Мы помним город, опять же, 30-летней давности, когда он был достаточно чистым, и люди были едины в своем понимании того, как должна выглядеть городская среда. Может, это шло неосознанно как-то, но это было. Я думаю, что мы с вами должны вернуться вот к тому осознанию, ответственности за чистоту, судьбу и процветание нашего города. Тогда у нас это все получится. Олег Петрович, а как? Через школы, через телевизор как? Я думаю, через общественные дискуссии, через воспитательные процессы в образовательных учреждениях, безусловно. Где-то через наказание. Ведь у нас получается так, что мы тратим 12 миллионов рублей ежегодно на ликвидацию несанкционированных свалок. Когда начинаем разбираться, почему эти свалки происходят, выясняется, что присутствует бездействие определенных структур, ну, в том числе и чиновников в районах администрации. Сейчас мы начали кампанию по, скажем так, поимке людей, которые этим занимаются. И, к сожалению, констатируем, что в том числе и самарцы, которые живут с нами вот в одних домах, на одних лестничных площадках, они считают возможным вывозить мусор, строительные, масштабные такие, значит, объемы этого мусора, в том числе и в лесные зоны города. Этого, конечно, мы не можем допустить. И при поимке этих людей они будут наказываться. Показательно будут наказываться. Мы должны переломить отношения к нашему городу. Как я уже сказал, должны полюбить город. Олег Григорьевич, у нас есть еще один звонок. Слушаем вас, вы в эфире. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Я по поводу площади Куйбышева. Появились планы ее реконструкции, согласно которым сносятся многие насаждения зеленые. И то, что мы увидели в публикации, не устраивает жителей вот центрального района города Куйбышева. Наша площадь уютная, красивая. Вот эти четыре садика ее украшают. Если там построят какие-то постройки, то это будет хуже все. Тем более какие-то фонтаны там собираются строить. Надо оставить площадь Куйбышева примерно такой, как она есть, с насаждениями, с четырьмя садиками, чтобы была зелень в центре района, где кругом асфальт. Спасибо вам большое. Олег Григорьевич, я же правильно понимаю, что речь идет о фонзоне, да? Насколько я помню, проекты там фонтаны-то не в сквериках. Вы знаете, эти проекты обсуждаются, их несколько. Но я, безусловно, согласен с человеком, который задал вопрос. Площадь Куйбышева должна сохранить свой исторически сложившийся вид. Для нас это история, для нас это определенная память. С этой площади уходили во время 41-го года на войну. Был парад, вы знаете, мы были второй столицей. Поэтому я считаю, что исторический облик должен быть сохранен. Другое дело, что может быть сменена поверхность этой площади, заменен асфальт, в том числе и в парках. Может быть посажены новые деревья, точнее. Но я сторонник того, чтобы этот облик оставить неизменным. Это один из символов нашей Самары. Так что звонок и мнение телезрителей будет услышан и очень тяно точно. Олег Борисович, если вернуться к главной проблеме каждого родителя – школы, детсады. Вот в этом году произошло такое знаковое событие. 1 сентября после капитального ремонта открылась 81-я школа. Причем открылась досрочно. И инициатором вот такого, ну не фокус-мажора, конечно, а вот такого ускорения события были именно вы. Вот сегодня днем наши корреспонденты побывали в этой школе. И давайте посмотрим, что же там увидел наш корреспондент Лариса Шалафаст. Ученики 81-й школы спешат на урок. В классах почти нет свободных мест. Любовь Ковальчук ходила в 7-й, когда школу закрыли на ремонт. Временно учиться пришлось в здании другого учебного заведения. Но надежда вернуться в родную 81-ю школу не покидала. Сейчас Люба в 11-м и очень рада, что еще успеет здесь поучиться. Я начала здесь учиться с 1-го класса и закончить в 11-м классе тоже вот в родных стенах. Это очень, мне кажется, важно. Это очень символично. Ученики младших классов сразу пришли в обновленную школу. У них также масса впечатлений. Тут все новое, мне очень нравится. И у меня тут брат учился. Более светлей, просторней, даже, как говорится, дышится легче, красиво все. На ремонт 81-ю школу закрыли 4 года назад. Родители и педагоги высказывали опасения, что уже могут сюда и не вернуться. Но учиться в здании было опасно. Постройка 1936 года заметно обветшала. Комиссия признала ее аварийной. От старой школы остались только стены. В здании укрепили фундамент, обновили крышу, сделали новые современные классы. Теперь здесь тепло, светло, а главное безопасно. Открыть школу должны были 1 декабря. Но по поручению главы города темпы работы значительно ускорили. Свои двери 81-я школа распахнула для учеников уже ко дню знаний. Некоторые родители тогда сомневались, не поспешили ли с открытием. Может, не все работы завершены. Но опасения оказались напрасны. Ремонт окончен полностью. В здании с комфортом учатся больше 500 детей. Все мы вместе, снова огромной семьей вернулись сюда. И, собственно говоря, это, наверное, для нас самая большая радость. Мы хотели бы поблагодарить, особую благодарность высказать, конечно, губернатору Самарской области Николаю Ивановичу Меркушкину, конечно, главе города Олегу Борисовичу Фурсову, который, собственно говоря, и поспособствовал тому, чтобы школа наша открыла двери 1 сентября. Олег Борисович, правда, вот это самая сладкая часть работы, наверное, главы города. То есть получать вот такие искренние благодарности и от учителей, и от совсем малышек. А все-таки, Олег Борисович, почему для вас было важно форсировать эти работы, чтобы школу заработали именно с 1 сентября? Вы знаете, я недалеко живу от этой школы и видел, как много детей ходило туда учиться. И когда возникла ситуация аварийная, я очень благодарен общественности, родительскому комитету, педагогическому коллективу, которые сумели отстоять эту школу, потому что были разные варианты. В то время я работал министром трудозанятий в миграционной политике в правительстве Самарской области. И видел вот, скажем так, эти проблемы, которые возникали вокруг этого здания и места. И я еще раз хочу сказать, что я очень благодарен тем людям, которые выступили катализатором процессов, которые позволили эту школу сохранить. Когда я стал вникать в ситуацию с ремонтом школы, я был поражен, что ее ремонтируют более трех лет, и вопрос все еще, так сказать, с мертвой точки никак не сдвинется. И окончательные сроки строительства при наличии финансирования, а напомню, что губернатор принял решение выделить в этом году дополнительные ресурсы, чтобы школа была завершена. Так вот, при наличии финансирования сроком окончания работы было 1 декабря. Конечно, это неправильно. Всем приятно 1 сентября приходить в старую, родную, новую школу, скажем так. Поэтому со стороны строителей мы нашли понимание, они приложили очень много усилий для того, чтобы школа была открыта 1 сентября. Конечно, там были определенные недостатки, недоделки, но они носили косметический характер. И сейчас мы видим, что школа работает, школа жива, и дети довольны, и педагоги довольны. Конечно, мне, как главе города, приятно осознавать, что мы сделали такой замечательный подарок нашим самарским людям. Должен вот еще отметить, что отличительной чертой этого года является то, что многие подрядчики, работающие на муниципальных заказах, берут, скажем так, повышенные обязательства по завершению тех или иных объектов. Я вот хотел напомнить, что впервые за многие годы мы расторговали ремонты дорог в конце апреля, начале мая. Этого не было очень давно. И такая процедура позволила нам завершить практически ремонты всех дорог в городе до наступления 1 сентября. И когда мы разговаривали с подрядчиками о том, что необходимо вести работу в ночное время, создавать меньше дискомфорт жителям, которые передвигаются днем, и которые, так сказать, живут в близлежащих домах, потому что введение ночных работ обязательно согласовывалось с жильцами. И необходимо, мы говорили о том, что необходимо сокращать период проведения работы. Мы везде находили понимание. В среднем сокращение сроков проведения тех или иных работ укладывалось где-то в 3 недели. Некоторые на неделю сокращали, а некоторые даже на месяц. При сохранении качества проведения работы. Мы за этим очень тщательно следили. Меня это тоже радует. Это говорит о том, что люди, которые работают в городе, понимают ответственность перед жителями города и стремятся сделать нашу с вами жизнь более комфортной и более удобной. Ну и в качестве главной награды вот такие слова. Олег Борисович, у нас еще есть один звонок. Давайте послушаем, о чем же говорит телезритель. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Олег Борисович, меня зовут Волтова Екатерина. Красноармейская, 62. Я уже однажды дозвонилась вам в прямой эфир по поводу маргинальных личностей у нас около фонтана, около нашего дома. И мы хотели бы сказать вам большое спасибо за вашу работу. Мы действительно увидели, что к нам и полиция чаще приезжает, и личностей у нас этих больше нет во дворе. И вот в связи с этим у нас возник такой вопрос-предложение. У нас дом входит в весьма маршрут чемпионат мира 2018 года, и мы хотели бы попросить городские власти как-то благоустроить наш сквер, убрать все эти киоски, которые там стоят, если этого можно сделать. И как-то благоустроить, чтобы этот сквер был местом отдыха для приезжающих гостей и для жителей нашего города. Потому что наш дом встает в 10 минутах ходьбы от вокзала, как раз в поседине между вокзалом и площадью Куйбышева. Это был бы такой хороший пилот, пункт отдыха, сквер зеленый, сквер с городом. Нам кажется, что было бы это очень приятно и для гостей, и для нас жителей. Спасибо вам большое за вопрос. Олег Борисович, нет, получается сначала корыто, потом избу. Нет, спасибо большое за добрые слова. И я заодно проверил, что действительно поручения выполнены. Должен сказать большое спасибо Сергею Александровичу Соловникову, нашему руководителю полиции областной, потому что мы работаем с ним в тесном контакте. И вот то движение ДНД, которое он привнес в наш город, оно, конечно, тоже дает свои очень серьезные и заметные плоды. Что касается гостевого маршрута благоустройства сквера, обязательно мы эти работы выполним. Не могу сказать, что вот прямо сейчас, да, впереди у нас с вами два года, мы обязательно все скверы, не только на гостевых маршрутах, и все парки города приведем в надлежащий порядок. Они должны выглядеть так, как мы с вами хотим их видеть. Они должны быть удобными, они должны быть безопасными, освещенными и создавать всем хорошее настроение. Поэтому мы обязательно это сделаем. Спасибо за ваши вопросы и предложения. И за оценку. Олег Борисович, мы отвлеклись со звонком зрителей с темы школ. Если позволите, мы вернемся к школьной теме, потому что вот буквально за час до нашего эфира у нас в эфире был победитель всероссийского конкурса «Учитель года» – самарский учитель Сергей Кочерешко. Человек в 26 лет достиг уже практически, ну, самого главного признания от коллег, да, лучший учитель России. Олег Борисович, а вот к чему ему стремиться? Готов ли город дать ему какие-то возможности для дальнейшего развития? Я знаю, что, скажем, финалист предыдущего года стал директором школы 53-й в этом году в Самаре. Так? И что ждет в таком случае победитель конкурса? У него сегодня день рождения, кстати, у директора 53-й школы, поэтому, пользуясь возможностью, давайте мы его все вместе поздравим. Это Владимир Кельдюшчук? Да, именно так. Должен сказать, что Сергей Сергеевич Кочерешко добился невероятных успехов, мы искренне рады за него, мы со своей стороны оказываем ему поддержку в том, чтобы он профессионально развивался. Вы знаете, что губернатор оказал очень серьезную поддержку семье Сергея Сергеевича, он был в вашем эфире, мы рады за него, гордимся, и его победа принесла в наш город еще одно очень важное событие. Через год, в сентябре 2016 года, у нас будет проходить финал всероссийского конкурса «Учитель года». Это тоже для нас крайне престижно, что свидетельствует о качестве самарского образования. Вы знаете, у нас такие люди всегда попадают в резерв, и при возникновении необходимости пополнения кадров управленческих достойными людьми, мы из этого резерва кандидатуры выбираем. Я думаю, пока Сергей Сергеевич сможет проявить себя вот на той должности преподавательской, которую он занимает, делиться своим опытом с педагогами, обучать школьников, и со временем мы, конечно, соответствующую должность ему предложим. Есть, спасибо. Олег Борисович, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем еще одного телезрителя. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемый ведущий. Добрый вечер, Олег Борисович, меня зовут Евгений. Я житель города Самара, и хотел обратить внимание вот на какую проблему. Уже несколько лет, как в Самаре, я так понимаю, в рамках повышения безопасности дорожного движения, устанавливаются железные ограждения около светофоров и мест перехода улиц. Хотелось бы обратить внимание, что зачастую они устанавливаются просто вопреки всяческому здравому смыслу. И людям, люди толпятся около переходов, и создается пробка из людей. Зачастую из-за этого они не успевают сесть на необходимый им транспорт. Хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу этого вопроса, но есть еще вопиющие ситуации, связанные с этим. Это установка, я даже не знаю, как это сказать, абсолютного железного ограждения по улице Новосадовая в районе улицы Осипенко. И вот довожу до вашего сведения, что жильцы уже собирают подписи, и, скорее всего, скоро они появятся у вас на столе. Вот в связи с чем было полностью закрыто движение на этом месте, убраны светофоры, хотя это один из самых оживленных участков города. И второй вопрос, это в связи, опять же, с благоустройством города, вероятно, вырубаются деревья. Я сам член общественного совета, департамент по благоустройству, и подхожу, смотрю, вырубаются абсолютно здоровые деревья без дефектов. А новые деревья высаживаются крайне мало. Как бы вы могли это прокомментировать? Спасибо. Я говорю, сначала к переходу на Осипенко, потому что, между прочим, это одна из самых острых тем самарского интернета и благосфера. Все говорят относительно того, что не каждый может спуститься в этот подземный переход метро. Ну, вы знаете, во-первых, ничего особенного нет в том, что нужно переходить дорогу по переходам. В Москве это широко распространенная практика, да и в других крупных городах. И связана установка ограждений с тем, что там достаточно серийный трафик, и когда люди вот в массовом порядке переходят дорогу, этот трафик осложняется. Проход транспорта, конечно, существенно тормозится. Поэтому такое решение было принято по предписанию ГИБДД. Но если вот есть такие серьезные замечания и возмущения, я готов собраться, обсудить эту тему еще раз. Но подчеркну, что я ничего в этом проблематичного не вижу. То, что касается ограждений, которые сужают пространство для перехода пешеходов, ну, давайте, может быть, отдельно вышлите нам адреса этих переходов. Мы рассмотрим, и я думаю, что пойдем навстречу каким-то позициям. Но эта работа, она проводится, безусловно, в целях безопасности пешеходов. То есть мы ее будем согласовывать с нашим городским управлением ГИБДД. Поскольку вы входите в общественный совет, Евгений, как я понял, да, я думаю, что официально свою позицию вы должны изложить в этом совете, и ее доведут до меня. Только нужно направить в мой адрес. Я думаю, проблем в этом не возникнет. Что касается того, что ликвидируются деревья, как правило, ликвидируются больные деревья, деревья, которые имеют достаточный возраст и представляют собой определенную угрозу. Либо деревья ликвидируются в силу того, что более, вернее, менее ценные породы заменяются более ценными. Деревья, значит, была санитарная обрезка, была омолаживающая обрезка в этом году, было выкорчевывание деревьев, но посадка началась только в октябре. И вот по улице Фрунзе, например, деревья высажены, если вы там были, вы видели. Такая же работа проводится по другим районам города. То, что дерево спилили, но пока там нет нового дерева, не говорит о том, что оно там не будет посажено. Но, безусловно, мы взяли курс на то, что город должен быть цветущим, зеленым, красивым и экологичным. Ну, избавлялись же еще и от пухонесущих, потому что аллергетиков тоже достаточно много для них, от мучений, правда. Олег Борисович, давайте еще раз теперь послушаем глаз народа, что же записали наши корреспонденты на улицах, какие вопросы там. Когда же появятся, наконец, беговые велодорожки в скверах и парках города Самара? Олег Борисович, я так понимаю, это Самара-Москва покоя не дает, где велодвижение поставлено сейчас в угловые углы. Ну, приятно слышать такие вопросы. Это говорит о том, что все больше молодых людей стремятся к здоровому образу жизни. Мы только поддерживаем такие начинания. Вы знаете, что велодорожка есть у нас на набережной. Кстати, набережную мы будем продлевать, соединять вот те очереди, которые между собой не соединены. Поэтому будет сплошная такая хорошая велодорожка, где можно будет отдыхать хорошо. Кроме того, в рамках реконструкции Нового Садова и Московского шоссе также запроектированы велодорожки. И по мере сдачи этих объектов можно будет ими пользоваться. Мы даже столкнулись с тем, что в рамках проектирования заводского шоссе, вы представляете, это такая индустриально-промышленная зона, люди, работающие на предприятиях, попросили тоже построить там велодорожки. Мы проекты сейчас меняем, там будет такая же возможность. Безусловно, во всех парках, которые подлежат реконструкции, также открываются велодорожки. Мы ввели переговоры с одним из московских банков с целью организации сети, значит, велоаренды на возмездной основе. Есть такие аппараты специальные, которые позволяют, оплатив небольшие условные там суммы, брать велосипед и добираться там до какой-то другой точки, где этот велосипед можно сдать и пойти дальше. Это тоже в наших планах. Мы планируем вот в следующем году данную программу вместе с банком реализовать. Поэтому такие начинания будем, безусловно, поддерживать. Если будет инициатива со стороны жителей Самары, и нам укажут еще дополнительные адреса, где это можно сделать, не нарушая, значит, движение транспорта и не подвергая опасности как пешеходов, так и водителей, мы с удовольствием возьмем это в разработку. Екатерина Анатольевна, еще один вопрос с улицы, если мне память не изменяет. Сейчас будет отдаленный район Куйбышевский. Вот у меня такой вопрос. Когда у нас в Куйбышевском районе будет работать бассейн? Для здоровья не только молодым это нужно, но и нам, пенсионерам. Я бы с удовольствием ходила. Заодно бы мужа тоже к этому делу привлекла. Решением, могу говорить, да, решением губернатора Самарской области проектируется бассейн. Он будет находиться недалеко от Дворца культуры нефтяник. Определена площадка. Мы посчитали смертную стоимость. Если экономика позволит, то уже в следующем году строительство бассейна начнется. По крайней мере, такие договоренности есть, но подчеркиваю, все зависит от бюджета. Насколько ресурсы областные и городские позволят нам это осуществить. Бассейн обязательно будет. И еще один вопрос также с улиц. Когда начнет функционировать музей в здании фабрики кухни? Хороший вопрос. Значит, сейчас составлена проектно-сметная документация на реставрацию фабрики кухни. Я полагаю, что в следующем году будут начаты реставрационные работы. И по планам в 2018 году они должны быть завершены. И 2018 год является годом, приблизительно годом, когда этот музей будет открыт. — Олег Борисович, вот видите, как много вопросов, связанных с пожеланием строительных объектов, спортивных объектов, объектов культуры. Но вот в условиях бюджетного секвестра, в общем, достаточно напряженного бюджета всех уровней. Вообще, есть ли возможность реализовать эти культурные и спортивные программы? Ведь, как правило, все-таки по прежним годам они резались всегда в первую очередь. Мы получаем очень большую поддержку от правительства Самарской области, от губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Поэтому пока такое взаимодействие позволяет нам реализовывать самые амбициозные программы и в сфере поддержки культуры, и в сфере развития спорта. Кроме того, я взял курс на экономию бюджетных ресурсов, очень серьезную. По концу этого года мы экономим где-то миллиард рублей. У нас это получается. Я напомню, что мы провели сокращение чиновников на 20%. Мы отказались от ряда дорогостоящих приобретений, от ряда услуг. Это нам позволит высвободившиеся средства направлять в том числе и на поддержку вот этих, скажем так, очень важных отраслей развития нашего города. Олег Борисович, миллиард это ведь огромная сумма. А вот за счет чего удалось сэкономить? То есть какие здесь методы рычаги? Я уже сказал, во-первых, это сокращение персонала, сокращение чиновников. Это экономия при проведении торгов. Я могу сказать, что за 9 месяцев этого года нами сэкономлено почти 370 миллионов рублей. За весь прошлый год было сэкономлено 161 миллион. Кроме того, мы отказались от ряда расходов, связанных с приобретением дорогостоящей импортной техники, автомобилей. Экономим на связи, экономим на констоварах. Мы уменьшаем цену контрактов даже на этапе планирования. В совокупности вот у нас получаются такие цифры. Кроме того, мы очень бережную финансовую политику ведем. Одно время город кредитовался под невероятно высокие проценты, под 19-21%. Сейчас мы получили кредит под 0,1 годовых процента. Это очень кредит. И, по-моему, мы даже первые в области, кто такой кредит получил. И банки на это пошли? Да, банки идут. Я благодарен руководителям банков. По нашим письмам они снижают процентную ставку. Вот есть банки, которые на 3% снизили процентную ставку. Ряд банков принимали участие в торгах по нашему предложению. Процентные ставки, которые вообще не было в Российской Федерации. Банки на это шли, и мы за это им очень благодарны. Поэтому вот этот процесс, он идет постоянно. Мы пересматриваем сметы, пересматриваем отношения к нашим расходам. Понимая, что каждая копейка, она заработана горожанами. И направлена на то, чтобы город был чище, лучше, эффективнее. То есть, как я в начале передачи сказал, мой девиз, скажем так, в эти 5 лет. Это качество, экономия и контроль. Олег Борисович, вы коренной самарец. Я тоже, честно, коренной самарец. Я думаю, что и все те, кто звонили и смотрели нашу сегодняшнюю программу, они тоже все коренные самарцы. Но для каждого из нас, ведь Самара своя. Вот для кого-то Самара безменка, для кого-то набережная. Там для инженера это комплекс инженерных сетей. Для банкира это финансовая система. Для артистов это самарские театры. Олег Борисович, что такое Самара для главы города? Вот какой образ складывается у вас? Для меня Самара, прежде всего, это люди, которые живут, работают, рождаются в нашем замечательном городе. Я помню город, когда он назывался Куйбышев. Помните амбициозные проекты, которыми мы всегда гордились и продолжаем гордиться. И надеюсь, что реформа местного субправления, которая сейчас проходит, позволит нам потенциал наших людей высвободить для того, чтобы мы по-прежнему были одним из главных городов России. Я в это очень верю. И вся наша администрация городская будет делать работу таким образом, чтобы мы были лучшими. Олег Борисович, время наше истекает. И я думаю, что в конце было бы несправедливо и не сказать вот о чем. Мы не знаем точно, сколько же людей обратилось к нам за время этого эфира. И перед этим звонки продолжают поступать. Цифру мы узнаем только где-то сильно поздно вечером. Но в любом случае это десятки. В эфире прозвучали вопросы единицы. Что мы делаем с теми обращениями, теми звонками, которые поступили к нам, но не прозвучали в эфире, чтобы люди не чувствовали себя несправедливо забытыми или обойденными? Мы отработаем каждый звонок. Если там есть обратный адрес, мы обязательно человеку отзвоним. Скажем, как мы его идею, его предложение или его вопрос отработали. Если же нет обратной связи, мы просто отработаем те просьбы, которые в рамках вот этой связи были заданы. И давайте их нам. Все отдадим. Олег Борисович, я от всей души хочу вас поблагодарить за этот эфир. И от имени всех наших телезрителей, от коллектива всей нашей телекомпании, вообще от всех горожан искренне пожелать вам сил и удачи и настойчивости в исполнении всех ваших планов. Потому что желая это вам, я желаю и этого же, и всем нам, самарцам. Потому что если сил, удачи и настойчивость будет на вашей стороне, то, соответственно, и город-то будет чище, уютнее, теплее и роднее в конечном итоге. Так что огромное вам спасибо. А всем нашим телезрителям доброго вечера и удачи. До свидания.